О ситуации в Херсонской области детальнее поговорим с первым заместителем председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский присоединяется к нашему эфиру. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Юрий, хочется узнать, вот в районе Антоновского моста и Чернобаевки сегодня снова звучали взрывы, об этом сообщают местные жители. Проясните, пожалуйста, ситуацию. Ну, по Чернобаевке, судя по всему, ЗСУ уничтожила военный склад, потому что там была и повторная детонация, и достаточно долго, уже после основного поражения, были слышны звуки взрывов. Что касается моста, ЗСУ в очередной раз его отработало, остановило его эксплуатацию, прервало проведение восстановительных работ и подтвердило о том, что этот мост, как и остальные, находится полностью под огневым контролем ЗСУ. Юрий, уточните, пожалуйста, вот Чернобаевка, в очередной раз уничтожены боесклады, и все равно оккупационные власти, по сути, продолжают вести в этот населенный пункт и на аэродром Чернобаевку эти боеприпасы. Что говорят местные жители? Есть ли у вас информация и контакт с ними? Что там сейчас происходит? Ну, вы знаете, когда наши люди там слышат звуки взрывов, когда они видят на горизонте, да, вот эти все, и дым от пожаров, и повторную детонацию, для них это как музыка на самом деле. Понятно, те, кто в непосредственной близости от зоны поражения, конечно, как любой человек, он боится и переживает за свою жизнь, здоровье, за своих близких. Но вот в абсолютном большинстве для херсонцев это как музыка, потому что это, знаете, это вот фактически для них подтверждение того, что ЗСУ близко и что Херсонщина будет деоккупирована, что Украина борется за херсонцев и за Херсонщину. Все это все прекрасно понимают. И на самом деле поражение мостов, несмотря на то, что это составляет определенные, ну, скажем так, неудобства и БТВ определенные логистические, но все равно абсолютно большинство поддерживает эти удары по мостам, потому что понимают, что по-другому не освободить Херсон, не освободить Херсонскую область. Юрий, а уточните, чем вот Чернобаевка сейчас стратегически важна для сил противника? Ну, вы знаете, что вот именно с того района они на самом деле в том числе и наносят удары по Николаеву, соответственно, туда постоянно подвозятся боеприпасы для их РСЗО. И они там постоянно меняют локации, пытаются эти склады там по-новому организовывать. Но с учетом того, что ЗСУ оперативно получает всю эту информацию, все эти склады наши ребята стараются оперативно уничтожать, потому что каждый уничтоженный склад в районе Чернобаевки – это сохраненные, сбереженные жизни николаевцев, украинцев. Потому что вот именно вот оттуда они удары и наносят. И на самом деле вот херсонцы очень сильно переживают, потому что уже, знаете, ну звук отличают звуки, когда работает ПВО, когда работает РСЗО, отлеты пошли в сторону Николаева. То за Николаев мы всегда очень сильно переживали и переживаем. Юрий, сейчас мы показываем кадры. Это Днепр в районе моста Антоновского, который постоянно сейчас находится под огневым контролем Вооруженных сил Украины. И вот известно о том, что оккупанты строят плавучие переправы. Объясните, эти понтонные мосты, могут ли они вести тяжелую технику и боеприпасы? Сложно сказать, какая будет у них нагрузка, если они успеют достроить этот мост на самом деле. Там нужно разделять. Есть действующая уже паромная переправа, есть понтонный мост, который они впритык к Антоновскому мосту строят, и он сейчас готов процентов где-то на 50, наверное. Вот сейчас мы видим понтонную переправу, и ее используют исключительно для гражданского населения, я так понимаю. Ее используют, я бы сказал, преимущественно для гражданских целей все-таки. Там перевозят они и военные автомобили, но это легковые военные автомобили, то есть там и Z-ки тоже бывают на этих паромах. Но их относительно немного на самом деле, и эти переправы точно не используются, знаете, для массированного подвоза боеприпасов или же для переброски тяжелой военной техники. По крайней мере, не было зафиксировано ни одного факта вот таких вот вещей. Это все-таки в большей степени для гражданского населения. А вторые, те, которые строят сейчас из украденных барж, это попытаются уже эксплуатировать их для военной техники? Ну, это понтонный мост, который они готовят как альтернативу Антоновскому. Они устроят его впритык к нему для того, чтобы, во-первых, за счет близости к опорам моста решить вопросы с течением, потому что иначе в другой локации это практически невозможно было бы сделать сейчас, там, понтонный мост. А второе, они рассчитывают, что конструкция Антоновского моста будет прикрывать частично вот эту вот переправу. Ну, я не военный эксперт, но я думаю, что для наших ЗСУ это вполне достижимая цель уничтожить в случае необходимости эту конструкцию. Юрий, еще под огневым контролем вооруженных сил Украины находился Дарьевский мост, и по нему тоже были нанесены удары. Сейчас оккупационные власти заявляют, что он проездной. Так ли это? Насколько я знаю, он не проездной в настоящее время, и там ведут они тоже ремонтные работы, но его эксплуатировать масштабно они тоже не могут. Там ЗСУ очень качественно по нему тоже отработало. Херсонская область вчера была обесточена из-за проблем на Запорожской атомной электростанции. Расскажите, пожалуйста, какая сейчас ситуация? Ну, сейчас, еще вчера, на самом деле, уже ближе к вечеру, электроснабжение было возобновлено практически по всей территории Херсонской области. Соответственно, и водоснабжение, хотя в отдельных районах то, что с крана потекло после возобновления работы, это что угодно, но не вода. Там ее даже как техническую применять опасно было бы. К счастью, восстановилось это электроснабжение, потому что вот в тех тяжелейших гуманитарных условиях, в которых сейчас наши люди выживают, если еще добавить отсутствие электричества, то это уже полный был бы коллапс. Кроме того, вот эта ситуация, она выявила то, что мы переживали. Оккупационные власти не озаботились в медицинских учреждениях создать запасы топлива для аварийных генераторов и в большинстве больниц. И фактически просто вот с отключением электроэнергии больницы просто выключились. В том числе и реанимационное отделение и так далее. Да, причем в этот день мы знаем, что в отдельных больницах были запланированы и хирургическое вмешательство, соответственно, невозможно было там это делать без электроэнергии. И если бы в момент проведения операции это бы произошло, то мы понимаем, какие были бы последствия для людей. Юрий, скажите, пожалуйста, вот жители Херсонской области и самого Херсона сейчас осведомлены о том, что происходит вокруг Запорожской атомной электростанции? И знают ли они о том, что, собственно, там такая угроза существует? Да. Телеграм-каналы выручают очень сильно. Я напомню, что оккупанты сделали все, чтобы у нас Херсонщина была в информационном вакууме со стороны Украины. Не транслируются каналы, интернет-трафик точно так же. Он полностью администрируется с Крыма ФСБ, ФСБшниками. И украинский сегмент интернета там заблокирован. Можно заходить на наши новостные ресурсы только через программы ВПН. Но телеграм-каналы работают, и сегодня, по большому счету, это, знаете, один из, наверное, основных источников получения информации для большинства людей. Юрий, а в тех же телеграм-каналах писали, что в Херсонской области начали пробиваться украинские каналы. Это не соответствует действительности? Вчера, вчера один раз, вот у нас действительно была такая ситуация, когда местный канал, который стал коллаборационным, то в его трансляцию, именно в YouTube его трансляцию, вошел на наш марафон. Была такая информация, но, как правило, трансляции наших каналов нет. Иногда в некоторых районах Херсона пробиваются отдельные каналы, но это скорее исключение, чем правило. Можно считать, что фактически трансляция каналов наша заблокирована. Знаете, стоит еще обсудить ситуацию сейчас на оккупированных территориях и, в частности, населенных пунктах. Россияне терроризируют, похищают и убивают людей. Это всем уже известно. И вот в оккупированном Архангельском оккупанты расстреляли семью фермеров в подвале собственного дома. Соседи похоронили их во дворе. Говорят, что оккупированная Херсонщина сейчас, по сути, напоминает вторую бучу по масштабам военных преступлений россиян против мирного населения. Расскажите, так ли это? Ну, к несчастью, после деоккупации я не сомневаюсь, что масса будет жутких историй, когда и следственные органы смогут установить определенные обстоятельства. Плюс очень многое сейчас еще не рассказывается, потому что члены семей, потерпевших от этих преступлений, они находятся на оккупированной территории, и многие боятся рассказывать то, что с ними происходило. Некоторые же просто находятся в настолько, знаете, запуканном состоянии после психологического давления, после пыток, которые проводят орки у себя после задержания. Наших людей, что они просто отказываются общаться. Таких случаев достаточно много. Что касается той семьи, да, это трагедия. Причем, по свидетельству их соседей, эти люди никогда не нарушали, скажем так, режим комендантского времени, когда они могли бы каким-то образом случайно попасть под этот огонь. То есть это целенаправленно было преступление, мотивы его непонятны. И, ну, правду узнаем уже, скорее всего, только после деоккупации. Юрий, а можете рассказать о том, как сейчас оккупационные войска мародерят на территории Херсона, Херсонской области, потому что тоже из города поступают сообщения о том, что людей буквально выкидывают на улицу из собственных квартир, и, как так сказать, приватизируют эти квартиры? Да, они используют термин, знаете, национализация в этом плане. Национализация, да. В первую очередь, да. В первую очередь, квартиры людей, жилые дома людей, которые выехали, ну, вот они стараются установить эти адреса, и где-то через главу СББ, где-то они просто ходят по квартирный обход делают, и проверяют, и сверяют там со своими списками, формируют эти списки, кто живет, кто там зарегистрирован, и как долго он там живет. Но они таким способом еще и выискивают партизан. Вот эти все квартиры разграбляются. Кроме того, фактически каждый обыск, это, считайте, это ограбление, потому что, ну, я даже уже примерно не смогу сказать, сколько у нас вот есть обращений по поводу того, что провели обыск, пропали ценные вещи после этого. То есть это для них норма. Они заходят, они сразу ищут деньги, причем гривны их полностью устраивают, ищут ценные вещи, компьютерную технику, бытовую технику. Выносят, бывает, все почистую. Ну, это там уже человеческого фактора. Юрий, а известно, как они вывозят это все? Вот мы помним, что было после того, как оккупирована была Киевская область, Черниговская область. Они пользовались почтовыми отделениями Белоруссии и все переправляли в Россию. Как здесь с этим обстоят дела? Через Крым. Все идет через Крым. Дальше мне сложно уже какие-то их логистику, да, в кавычках, как-то комментировать. Но то, что это едет на Крым, это тысячу процентов. Они загружают, у них же периодически проходит ротация. Вот у них за то время, пока они пребывают на Херсонщине, у рядового состава задача как можно больше награбить. Понятно, что их руководство, их высший состав офицерский, они стараются эти вещи пересекать, потому что им еще нужно делать какую-то картинку счастливого освобожденного населения. А это совсем сложно делать, мало того, что их и так не поддерживают. А еще людей постоянно грабят, пытают, ну понимаете настроение. То есть их руководство пытается это пресекать. Но получается, честно говоря, отвратительно, потому что, ну на самом деле, верхушка этого военного командования, оккупационного, занимается тем же самым, только в других масштабах. Они занимаются больше это зерно, ну и наиболее ценные активы. Юрий, спасибо вам большое за оперативную ситуацию и информацию о том, что сейчас происходит в Херсоне и в Херсонской области. Юрий Соболевский, первый заместитель председателя Херсонского облсовета, был в нашем эфире.